В последнее время меня часто спрашивают, как научиться писать оригинальные статусы в социальных сетях, а не просто копировать чужие афоризмы, и что нужно сделать, чтобы собственные тексты в блогах были более заметными. Сегодня поговорим о том, как сделать речь более выразительной. Под выразительностью речи понимается ее способность привлекать к себе внимание, а затем удерживать его. Умиротворять агрессора значит кормить крокодила в надежде, что тебя он съест последним. Так эффектно выразил мысль Черчилль, когда говорил о том, что идти на уступки агрессору только оттягивать момент его агрессивных действий. Почувствовали разницу? Изобразительность речи – это ее наглядность. Между прочим, даже отдельные слова обладают разной степенью изобразительности, а уж сообщение тем более. Все риторические приемы так или иначе связаны с усилением выразительности и изобразительности. Но кроме специальных приемов, о которых мы будем говорить отдельно, можно использовать даже обычные языковые средства. Атрибутация – это развертывание предложения, распространение его различными атрибутами – прилагательными, наречиями. Сравните «вошла женщина» и «медленно вошла полная женщина». Слова более общего значения принято называть гиперонимами, а более частного – гиппонимами. Так к слову «растение» гиппонимом будет слово «роза» и наоборот. Замена гиперонима гиппонимом всегда ведет к усилению изобразительности, а обратная замена к ее ослаблению. Например, «вошел мужчина» и «вкатился толстяк». Это замена гиппонимами. Другой пример – «вошел мужчина», «появился человек». Это замена гиперонимами. Тренируйтесь и пусть наша речь будет безупречной. До встречи!